Всем-всем большой привет, зритель нашего канала. Юра меня сегодня уговорил вместе с ним сходить в Ашан прогуляться. А я думаю, почему бы и нет. Вот он, Юра наш, присоединяется. Точнее, я к нему присоединилась. Вот, и как раз, пользуясь случаем, вам сейчас поснимаю новогодний Ашан. Что там, какие цены, что есть интересного. Чего нет. Чего нет. В Ашане, да. Смотрю, каждый старается тут свое место очистить для машины. У кого что болит. Хорошо, кто в доме своем живет. А тут проходил трактор, видишь? Да, у кого навес есть. А у нас трактора не было. Ну да, мы ждем трактора. В нашем ауле трактора не было. Ладно, поднялся, посмотрим, что там интересного есть сегодня в Ашане. Ой, надо идти очень аккуратно. Здесь тоже, смотри, ничего не чищено. Нет, вообще тут Ашан не может. Это почищено? Нет. Ой, прям скользко. Укатано. Ну, укатано автомобилями. Чище здесь ее не чищено. Да, да. Но здесь все равно более-менее. Ну, видимо, оно очень что-то проходило. Да, скорее всего. Так, ладно, пойдемте изучим. Коль-что посмотрим. Кстати, надо будет перчатки купить очередные. Потому что без перчаток холодно. Слушай, а вот это вот Сбермаркет, это что это такое? Доставка по телефону? Доставка, да. Ты это заводишь и говоришь, мне это. В приложении делаешь заказ. А это платить надо? За доставку. Ну, вот Сбермаркет. Да, с доставкой. Ну, там надо. Ну, через приложение мы ни разу не заказывали. Ну, конечно, вот тебе написано. Быстрая доставка. Заказ с доставкой домой или на дачу от 700 рублей. Ну, то есть пишешь через мобильное приложение. Нет, ну это зоомагазин. Это я. Ну, просто. А надо посмотреть у каждого приложения о своей расценке. Тордели, приосток, доставка, вкусвилл. Вкусвилл, по-моему, бесплатная даже. Вот, Юра, видишь, загрузи приложение. Доставка выгодна. Сидишь дома. Да, нет, ну кто-то не может. Кто-то плохо себя чувствует. Либо еще что-то. Сидя дома, так, курс. Юнистримбанк. Так, сейчас вам скажу. 89,50 покупка. 92,40 продажи. То есть, если вы хотите сейчас купить валюту, допустим, в Таиланд, вы можете ее купить по 92,40. То есть, да, 9,240 это будет 100 долларов. Иди спроси. В общем, долларов нет. Никаких не старых, не новых сегодня на вечер. Давай, Юра, рассказывай про гулку. Про гулку начинается с корзины и тележки. Вот рассказывает Юра, что водили, где раньше продавались яйца, теперь продается молоко. Ну, яйца он купил в тот день, кстати. Кто спрашивал. Он пошел в пятерочку и там купил их по 113 рублей, да? 111. А вот яйца появились. Ну, вот появились. А ты переживал. Куда они денутся? А цена, где цена? Так это только 30... А, 10 штук, 105. Не то немножко. Не знаю. Вот куриные. А, вот 30 штук яйцо куриное, 314 рублей. Вот ценник внизу. Почему-то внизу. Кстати, карточку ошал потеряла, ребята. Ну, давай посмотрим, что есть интересного. У майонеза надо. Юр, давай майонез к Новому году сразу купим, чтобы потом не покупать. Одну большую. Слышишь? Возьму сразу, да, к Новому году, чтобы потом не бегать, не покупать. 202 рублей. Потом купим. Да, конечно, до сих пор лучше. Вообще, без майонеза делать салаты? Нет, если надо, то дальше купим. Ладно. Юра сказал, потом купим. Отраву. Я снимаю все сыр. Давай сыр возьмем. От козы? Да мне все равно хоть от кого. Я и вкусноте его люблю. Это ты все от козы покупаешь. Тебе нравятся от козы, да? Да. Юра покупает, а сыр ем только я. Да, я и только покупаю, я даже не попробую. 1630 килограмм, да? Вот и отказы, полтысячи. И даже я не ем. Юра не ест, подтверждаю. Я вернее не успеваю. Не успевает, подтверждаю. Смотрите, какие цены на сыр. Ну, короче, 2000. Оксана, да, это хорошо справляется с этим делом. Это 253 рубля, но тут 200 грамм. Зато красивая выкладка. О, смотрите, как красиво. На перчатке сейчас пойти. И сейчас я подойду. 561 рубль. Вот такая сырная тарелка. Пойдем, мы здороваемся. Иду, иду. С подписчиками. С подписчиками, хорошо. Я только за. Но есть еще подешевле, сыр, 600-700 рублей. Разные, на самом деле, цены и очень-очень много. Ну и вот, допустим, что там Юра покупает. Вот же есть. 99 рублей. Тоже, мне кажется, такой же нормальный сыр. Спать, расскажу. Понимаете, что Юра экономист? Экономист у нас в семье. Мы оба экономисты. Держи. Ну, возьми это. Тебе прям обязательно отказы. А какая разница получается? 200 рублей? Все, поменяли сыр на другой. По акции взяли. Вот колбасу-то как раз мы не будем сегодня покупать, да? Почему? Я хочу посмотреть эту. Вяленую? Велковскую колбасу я пока не вижу. Сейчас я скажу. Мне нравятся вот эти колбаски вкусные. Мне сказали, что... Какие дорогие сейчас. 2035 это за штучку, да? Слушай, мне сказали, что в колбасе нету мяса свинины и говядины. Что там только все куриное. Ну, вот колбаски, смотрите. 277. Но мы не такую, да, хотим? Я сразу в Испанию вспоминаю, когда смотрю на эти колбаски. Один раз мы с тобой только были в Испании. Так давно это было. А что тут есть-то? Вот сюда 329 рублей. Так, сам процесс. Вот, что-то, Юра, у меня отлетело. Так, ну давай, какую ты хочешь? Нет, Белковскую. Ну давай посмотрим Белковскую. Кого сына на самом деле очень много. Цены на самом деле тоже очень-очень разные. Умирай. Да ну, Юр, да ну, успокойся. Нет, не хочу так. Такие сыры тоже люблю. А, ну-ка, сколько с плесенью сейчас? Ну, в принципе, 2450 что-то получается. Ну, короче, маленький кусочек 308. А это 2-го штучка. Кусочек меньше, цена больше. Ладно, поедем потом в какой-нибудь отель в Доминикану. Там буду угощаться этими сырами. Вообще, хочу уже в Таиланд. Ну что, мы пришли Велковскую посмотреть. 188, 80, 100 грамм, 190, 100 грамм. 55. Ты хочешь маленький кусочек? Ну, а чего? На 400. Да, ну, Юр, положи 400 рублей, есть ничего. А чего он так подорожал? Там-то что? Вроде бы подорожал, да, Велкововская, да? Володушка. Что-то делать. Что-то было. Ну, может, да, она вся дорогая была. Может, подорожала. Ну, она вкусная колбаса. Ну, дорогая. Так, это имитация, когда я думаю. Ничего себе, что это за икра такая стольная? Это не икра имитирована. А куда ее добавлять? Интересно. Юра ответственный у нас за чай масала. Сегодня он его, как всегда, будет готовить по своему традиционному рецепту. Какое самое лучшее молоко мы смотрели тогда с тобой? Не знаю. Вкус виз, вкус вил. Мы смотрели с ним видео на ютубе, там рассказывали, какой молоко хороший, какой нет. Но у нас есть одна вот такая бутылка. Ну, не помню. Ну, давай возьмем. На масала, да? Давай, по 119 миллилитр. Цена на молоко, кому интересно. Вот это большая, минская марка. Литр полтора, да? 150 стоит. Юр, пойдем посмотрим, сколько кокосовое молоко стоит. Где? Там, в тех отделах. О, Мерси, смотрите, к празднику. 299. Кстати, Мерси вкусные, я люблю. Разные шоколадки. Мне нравится, как написали. 519 зацеркнули, 299. А если ты еще на 1 тысячу написать, зачем? Ну, написать все, что угодно можно, конечно. Ты еще и зачеркнул. Да. Мы в этом году, что будем в Таиланд, ну, в следующем году брать? Шоколадки? Ничего себе, шоколадки. А что они такие дорогие? Смотри, стали. 215. О, вот ничего себе. Нет, знаешь где? Я видела вчера в пятерочке, у них по акции 76. Можешь взять мне штучек 5? А, да. Ты же любишь угощать. Да, я люблю. Угощать. Да. Бабулю нашу, да? Угу. Ждешь встречи с ней? Да. Еще как? Да. Так, конфетки к Новому году. 280 рублей. А, может быть, ей вот такие конфеты взять, чтобы Москва было написано. Смотри, какие красивые. 384 рубля. Я помню, когда они 110 стоили. Прикольно. Коробочка Москва. Красивая. Красивая. А какие конфеты там? Ротфронт, по-моему, были. Конфеты Красный Октябрь, кстати. Не знаю, сколько их там. А, 200 грамм. Ну, красиво. Ну, как шоколадка. А, шоколадка 100 грамм. Ну, давай подумаем. Можно взять. Попозже. Угу. Вот. Ну, бонжурное. Но у них тоже такое все есть, да? Да, нет. Такое. Что-то у них вообще там с конфетами. У них тоже вкусные шоколадки есть. Особенно Кит Кат зеленые. У нас кокосовая начинка. Я вообще кокос хочу попить. Начинается, да? Начинается. Хочется чего-нибудь. Хочется чего-нибудь. Ой, смотри, какая красивая Санкт-Петербург. Красивая очень. Так. Ладно. А можно Аленку просто. Ну, Аленка некрасивая упаковка. Ладно, мы идем сейчас посмотреть, почему кокосовое молоко. Кокосовое молоко. Нет, я что вспоминаю, я бабуля в Таиланде, я подарки дарил всем. Я дарил подарки. Да. А подарили всем, кроме меня. Ты вспомнила? Вспомнила. Я был обделенный тогда. Опять тебя обделили. Что такое? Да суть такое. Нет, просто смотрела в Ютубе передачу, и там сказали, что когда варишь суп том-ям, можно купить сухие сливки добавить. И обязательно покупать дорогущий в Ашане. Вот хотел бы смотреть, сколько в Ашане стоят кокосовые сливки. Вот здесь они. О, мой любимый отдел. Мы с Юрой всю капусту поели. Такая она вкусная вообще. А, ну в принципе, у нас кокосовое молоко тоже недорого стоит, если разобраться. Вот оно, 149... Ой. Ой, да что ж ты... Это не я. Это попили уже. Это попили, наверное. Ой, смотри, на ботинок себе. Юр, смотри. И вот кокосы... А вот эти кокосовые сливки, 114. Ну, в принципе, что с Таиланда везти, когда можно здесь? Да, конечно. Это же все с Таиланда привезли. Нет, но здесь там-то вообще дешево. О, Таиланд написано. Да я знаю, что Таиландцы. 259. Запоминай, какие у нас цены. Ясно, вот таких мы не повезем, а сухие возьмем. Сам процесс, понимаешь, из Таиланда. Так, а у меня закончился соевый соус, как всегда. Ну, и какой мне сейчас взять? Подскажи, пожалуйста. Сказали, что ты присылаешь. Вот купи и пошли себе. И пошли себе, да. Пошли себе кокосовый сок. Не кокосовый сок, а соевый соус. Кокосовый соус. А, если... А ты молоко пошли. Возьму, наверное, вот этот Хайнс премиальный себе. Набери здесь соус. Соусу набери молока и пошли себе... Ой, смотри. А, 228 кокосовое молоко. Правильно, Юра, говоришь. А это вот такую капусту, как мы ели, да, с посылки? Только большая. А ты по-тайски напиши. Зачеркни, напиши по-тайски. Вот, начитаешься всяких отзывов и пишешь мне всякую гладость. Я тогда капусту... Хлеб есть. Хрен есть. А, хрен нет. А взять тебе такую капусту? Не, не надо. А я хочу. Я не хочу. Не надо. До Таиланда подождать? А горчица нам нужна или хрен? Ты сегодня что ел? Горчицу. Ну, а хрена у нас нет. А там заканчивается. Возьми хрен. Редьки не слаще. Он с лимончиком. Не хочешь такое взять? Хрен с лимоном. Или вот ядреный. Мне головпродукт не нравится. А что тебе нравится? Ну, че они готовы. Дядя Ваня, Махеев. А хренадер? О, давай хренадер возьму. Он должен в холодильнике быть. Не, не такой. Ты тогда вкусный покупал. Это там, в холодильниках. Сейчас мы туда вернемся. Где капуста квашеная. Давай тогда хрен купим. Неохота возвращаться, да? Да. Давай, бери. Вот этот ядреный возьми. Вот этот я возьму. Так это же Ашановский. Сливочный. Какой-то сливочный. А че, от чем он? Не знаю. Давай Махеев. Давай Махеев возьмем. О, смотрел еще какой дорогущий. Нам такой не нужен. Это просто марка такая. Немецкая? Ну, наверное. Похоже, если буковки вот эти. Ну, наверное. Давай что-нибудь одно тогда. Она крепкая. Давай, Аджик возьмем. Возьми Аджик. Ну, она такая, наверное, оголимая соль будет. И хрен, и все. Да, возьмем? Да, я хотела показать, что здесь есть грузинский. И грузинский это. Ну, я знаю, что они грузинские. Грузинский делают это все ураны. Написано грузинский. Вот, веришь, сацебели, кемали, соус ореховый. Астрахань я буду брать. Это астраханская. Я не вижу. Если астраханская, то это астраханская. Вот, с этой цепляной базилит и пармезан. Как это там все вместе тут? Прикольно. У тебя есть карточка, да, с собой вообще? Ашановская. Ашановская. Здесь, конечно. Пошли дальше. Магазин-то удобный. А вот натуральный грузинский нет. А я сказала, где взять натуральный грузинский? Можно съездить в Грузию, слетать. В Билис сейчас недорогие билеты, кстати. Ну, давай попробуем, посмотрим. Давай посмотрим. Кукуруза 99,90. Ну, короче, по 100 рублей. Кукуруза бандюэль. Горошек бандюэль. Гречки очень много. По 79,90. Ну, в принципе, все есть. Макароны по 46,90. Так, а мы с вами направляемся за перчатками. Вот все уже. Новогодний каркунов тоже. 249. Вот эти яйца. 390. 400 рублей, короче, почти. Рафаэлки. 500 рублей. О, огурцы. Одна штука 69,90. А томаты 299,90. Ну, короче, 400 рублей килограмм. Вообще томатов большой выбор. Ну, не то, чтобы очень большой. Смотрите, даже желтые есть. А желтый по чем? А, по 349. 379. Такие есть. Штука выбор есть. Так, манго. Манго желтая. 269. Смотри, манго 269. А, это штук. Это штука. Это штука. Это тайская. Прикинь, 269 штука. А там 80 бат. Штука, да. Вот, смотри. Штука. А ты хотел уже взять пару, тройку килограммчиков. Я чувствую, уже разбежался сюда. Да и где написано, какая страна? А какая страна? Да, Таиланд, наверное. Тайский. Маленькие такие. Такие вкусненькие, блин. Еще, видишь, стикеры понаклеили на них. Прям такие вкусные. Да, может, и не вкусные. Две штуки, 129 рублей. Их наверняка рвут незрелыми. Ну да, а как уже транспортировка. А хочешь авокадо или нет? Не хочешь? Баклажаны. А сегодня последний тебе пожаривают. Давай перерыв сделаем. Экономисты в Ашане. Ой, перцы какие красивые. 279. Салат маслянистый красный. Вот мне кажется, баклажаны подорожали больше всего. Вот я в Тулу ездил, там баклажаны были по 100 рублей. А когда я ездил, в месяц, а сейчас получается практически в три раза. Ты любишь баклажаны? Я обожаю. Возьми, значит, себе баклажан, завтра сделаем яичницу. Я просто обожаю. Ну так возьми, что ты обожаешь. Ну я и так животные только покупала. Ну они жирные. Ладно, пошли. Все, уговорил. Пошли дальше. Пошли за перчаткой. Ну, виноград ты тогда вкусный покупал. Что, виноград? Давай возьмем. Ой, что-то не очень хочется. 199. Давай возьмем хотя бы... Чуть-чуть? Немножко для этого... На один зубок. На один зубок, давай. Мандарины весовые. Кто-то тут пробует, что ли, не отходя от кассы. Сезон хурмы. Хурма ромашка. 199. И хурма свеча. Вот что-то хурму хочу, наверное. Твердая. Юр, давай хурму возьмем. А вот египетская. Вот такая твердая. Ему нужно еще будет полежать. Я во вкус вилл зайду, там возьму. Слышишь? Во вкус вилл зайду. Зачем? За манго. Завтра. По середине вот стоят такие выставочные образцы. Ну, не выставочные. В смысле, все это покупается. Все это распродажи. Написано всякие прямо для рук. Мы, кстати, с Юрой пользуемся зубной пастой, которую купили в Таиланде. Такая, знаете, паста с мужиком и с углем. А, нет, с солью, что ли? С солью, по-моему. Калгейт с солью. Юр, как называется наша зубная паста? Калгейт с солью, да, мы в Таиланде покупали? Классная, да, паста? Очень понравилось. Сначала, ну, мы как бы подумали, что... Это не очень. Не очень, а потом как расчистились. Нет, он зачищает. Очень качественно. И мы, я вам покажу, напомните мне. Домой пойдем? Покажу. Ну, а здесь все гель для душа, бомбочки для ванны. И вот конфеты в открытом доступе. Очень великий шанс соблазняться. Палма-лив. Смотри, сколько бомбочек. Кто любит ванны? Гитару. Какую гитару? Ванны. Так, идем дальше, Юр. Виски Вильямс. Хорошо, что ты виски не любишь. 1439. Юра любит вино. Пойдем перчатки посмотрим. Пойдем. На Беглаве завтра я возьму. Маски зимние. 300 рублей. А на садологе я видела 150. Так, подожди, Юр. Где же мне перчатки-то? Вот женская одежда. Сейчас перчатки гляну. Полторы тысячи вот такая футболка. И такая 999 тысячи. В каком отделе, интересно? Что-то мне мама, наверное, здесь купила носочки красивые. Новогодние все. Цены разные. Вообще длинные, смотрите какие. Под брыбки одевать. И не замерзнешь. Так, ну и что я хотела? Годки какие дешевые. 179. Ладно. А, нашла. А, у меня вот где-то кожаные еще дома должны быть. Точно, я поищу. Самые-самые. Самые обычные. Ну, такие у меня в машине несколько. Красивых нет. Коньяк О'Баре. 629 недорого. Худи мужские. Новогодние. Видите, год дракона. Полторы тысячи. Год дракона. Поступает. 229. Напитки, как шампанское. Мартини Брюд. Так. Здесь уже все пошла. Новогодняя тематика. Хорошо, когда отмечаешь весело, компаний. Здесь радости. Игрушки. В общем, все, что касается к Новому году. Вот мишки я нашел. Иди, какая лопата. А я бы сказал бы, что это весло. Весло такое на лодке. Это же детская. Ну, какая детская. Это взрослая лопата. Почему? Написано, лопата для снега. Вот состав. Вот, смотри. А есть такая лопата, которая мне нужна? Надо дверь и вот так вот и грусти. Это кто закопался, вышел, помню, знаешь, открыл кабину. И копаешь. Но с твоей-то не покопаешься. Это надо на колени становиться, на колени вот так вот копать. На колени. На колени. Пошли. В общем, сейчас ты хочешь лопатку смотришь, да? Я хочу лопату. Какие дракончики. Милые. Так, интересно, в этом году папа будет дарить нам календари отрывные? А если ты такую лопату подарите? Да кому ты готовишь вот такой пакет? Вот такой пакет. В пакетку положите вот этот подарок. Ну, и кому это? Тебе вот, допустим, у тебя Новый год начнёт, тебе принесут, тебе будет, ты будешь рад? Хэппинь юэм. Не, хэппинь юэм. Хэппинь юэм. А ты просто, этот, я уже всю поперепутал. Это с днём рождения. С днём рождения. Ну, всё равно подарок, лопата такая. В общем, тебя зацепилась эта лопата. Хэппинь юэм. Это аппо пелла. Смотри, какие миленькие. Худенькие. Юра, сейчас тебя выгонят. Сейчас охранника позовут. И заставят тебя купить всю эту корзину. 199. Свеча Дракоша. Сейчас пока ещё суеты нет. Всё, как всегда, народ оставляет на последний день. А это, смотрите, золотые вилки, ложки. Четыре предмета, 879. Бокал для шампанского. Надо пластмассовый, чтобы не разбились. Ой, подожди, стеклянный что ли? Чего ли, стеклянный. Две недели, дано. Сфотографируй меня. Срапатый с этой? Нет. Смотрите, что с Юрой. Юра шапоголик. Иду, иду. Хочешь, значит... Подожди, подожди. Юра и гномы. Подожди. Положи. Может быть, я тебе купить подарок? Мне идёт так вот, как будто я детьми кругом окружу. Короче, надо Вове сказать, чтобы подарил тебе быстрее внуков. А если так, ещё третьего. Всё, подожди, надо же тебя сфотографировать с тремя теперь. Давай грузим в корзину их. Всех? Всех, кого взял? Да. Дотронулся, женись. Ты же знаешь, такое выражение. Всё. Нет, это дети не мои. Это дети не мои. Это Дед Мороз. Дракоши, ага. Ты ещё не хера себе. Что ж? Нормально. Почему красивые? Конечно, смотри, какие красивые. Что такое красивое? Я вообще хотел, чтобы это было... Всё было бесплатно. Он хочет, чтобы был коммунизм, как обещали, когда в школе учились. Придёшь в магазин? Скидка со скидкой стоила почти 1700. Да это можно написать миллион. А после... Не, о чём красивый, Юр? А чё я с ним сделать? Конечно, красивый. Символ Нового Года. Да, это да. Вот он, смотри, с крыльями, что ли. Вот нету нашей Леночки. Надо бы точно... Ну, подари ей, Дракошу. Подари Леночке, Дракошу. Она не поймёт. Почему она поймёт? Она скажет, что это какой-то будет... Какой-то... Подвох? Да, искать подвох, да. Не, красивый Дракош. Да, они разные, конечно. Очень красивые все. Вот это красивый у вас с шапкой. Он ещё и с хвостом, видите? Угу. А, нет, это тоже с хвостом. Все с хвоста. Красивый. Только интересно, он так, что это или это? А, это вопрос. Придите в кассу, узнаете. А с чем ещё можно? Пошли. Ты пригласил меня сегодня в Ашан фотографом твоим? Да. Мне девушка красиво дракона купила. Ей понравился. Да. Царство ёлок. И вот дракошек сколько много. Они взяли. Тысяча девяносто. Вот какой красавчик. Красавчик. Так, интересно, что моим крестникам давить? Потому что, конечно, они дракоши тоже переросли. Что им подарить? Маше и Ване. Это главный вопрос. Ещё я, конечно, поинтересовалась у Вани. Но у меня как-то особо чётко не ответил. Ой, смотри, какая семейка. Какая... Юра, смотри, какая милота вообще. Семейка пингвинов. Семейка Адамс. Ой, а Юрочка, смотрите, как он соскучился. А зачем такое лицо сделал? Ты хочешь поцеловать совёнка? Или спросить что-то у него? Я его кормлю. Чем? Ой, Юра. Поставь все предметы на место. А сейчас, я думаю, кто смотрит в камеру, скажет, что за чудаковатые пришли. Давай меня окружат игрушки все. Я им буду рассказывать историю какую-то. А ведь если разобраться с психологической точки зрения... Я им буду рассказывать. Тебе чего-то ты там не наигрался. Тебе не хватает игрушек вокруг тебя. Ты по Фрейду. По Фрейду, да, вот уже засуждаешь. А, Юра. Да, по Фрейду я не наигрался. Не наигрался, я рассуждаю. У меня деревянный автомат был дома. Такой. Типа немецкого такого. Юра, понимаешь, не игрушки делаю человека счастливым. Ты знаешь, в детстве как раз и делаю игрушки счастливым. Да, не знаю, мне игрушки... Мне очень важно было, чтобы у меня друзья всегда были, чтобы на улице, чтобы отпустила мама с папой гулять. Это самое важное. Ну, это когда было, это уже дальше, после уже. А когда ты маленький, то тебе, естественно, игрушки. Игрушки? Да, конечно. У нас были солдатики. Тут солдатики, оловянные солдатики. У тебя коллекция была, что говорю? Или у друга? И ты завидовал? У кого-то коллекция была, а у меня коллекции не было, к сожалению. Ну, видишь, ты вообще, у тебя ничего не было, я смотрю. Юр, ты видал конфеты такие? Смотри. Осторожно, мне на ногу наехал. Смотри, полторы тысячи конфет. Смотри, полторы тысячи. Прикольно вот так вот, как ты думаешь? Самое интересное, вкусно. Вот, подержи-ка. Я вот хочу показать масштаб. Да, вот эти конфеты, полторы тысячи. Там кило 250. Интересно, вкусно или нет? Не знаю. А вот эти вот, 2,499. Ой, здесь чего только нет. Подарок новогодний 749. И цены намного дешевле, да, чем мы смотрели с вами в Гуми. Не, ну там тоже, кстати, цены были разные. Универмаг, который мы смотрели в Гуми. Мне очень нравится этот магазин. И вообще, Юра, молодец у него. Я, видите, какую прогулку вывел. Мы с ним сегодня повеселились, если честно, от души в Ашане. И уже где-то мы потерялись. Вот. Башня Москвы, кстати. Помните, мы смотрели вам за 2000? Башня была. Здесь тоже красиво. Башня Москвы. А я вам хочу... О! Киндеры. 1190А. Не, ну это большая. Куда мне такое? Юрий, можно уже по совместительству, кстати, дворником подрабатывать. Он... Багает 2000, и мы откопаем ваш автомобиль. Ты скажи, 3000, и я откопаю ваш автомобиль. А я за полторы откопаю. Цены с объемом. Ой, он осмотрит тоже здесь много чего. К садоводству вывезли в Ашане. Так, что я хотел. Пылесос там не нужен. Еще один. Пылесос? Да. Ну, тебе же написали, что у тебя... Двухкомнатная в пятиэтажке, или как там? Ну, короче... И у вас четыре пылесоса. Вот эти подарки нравятся. Сама еще с детского возраста, если честно, не вышла. Ну, это так всегда, наверное, бывает. Кто-то выходит, а кто-то остается там навсегда. Я, наверное, отношусь... А! Посмотри, пылесос. Ты нахрена он мне нужен? Ну, подожди-ка. Вот зачем? Я как рейнджер. Это... Подожди, это с той же темы, что лопата. Ты же... Ты же удивлялся, как лопата. Что и вот из такой белки? Не, ну, там, наверное, насадка еще должна. Вот она вот. А, смотри, она вот. Ну, наколи. На колени. Ой, Юра, я не могу поставить. Я думаю, что ты так сегодня меня звал? Тебе же так скучно без меня ходить было, да, Вашан? 16 тысяч. Да ладно? Он неполноценный. Тут должно быть к нему что-то вставляться. Палка какая-то. Палка. Ты же видишь, что вот здесь вот будет что-то? Ну, вот же, видишь, ручка вот она для этого как-то... В общем, не знаю, что здесь. Какие тут пылесосы убогие какие-то. Вон дальше пылесосы есть, пойдем посмотрим. Пойдем. Нет, а зритель скажет, что пришли, Вашан, и смотрят. Вашан сюда убожество продается какое-то из пылесоса. Ну, зачем ты так говоришь? Ну, что? Блин, а что такое аксессуары для утюга? Средства для утюгов. А, это вот, наверное, следствия от накипи. Что-то так и не поняла. А, это увлажнитель. Увлажнитель. Кстати, увлажнитель не мешало бы иметь дома. Зато дешево. Зато дешево. Угу. Две тысячи. Что такое? Где? Вот, что такое? Это что, это пылесос? Это что-то какой-то не пылесос. Это кринь какая-то. Сейчас сломаешь, будешь платить за две тучи. Все, ладно, сейчас я беру, да. А вот швабра. Швабра. Вот со шваброй прикольно с такой, наверное. На школу. Здесь тысячу рублей швабра стоит. Не, ну, я довольна нашим пылесосом очень, поэтому... Сейчас Ева вообще отдыхает у нас. Надо хоть запустить, а то заржавеет. Гитара на Новый год? Да. А что ты нам... Ты умеешь играть? Вот так вы. Соседям на радость. Пойдем. У нас дома была гитара. У нас папа учил на гитаре. Я, кроме того, как в траве сидел кузнечик, больше ничего не выучила. Здесь, смотрите, и для бани. И шапки какие для бани. Не знаешь, в какую сторону. Юра, иди сюда, смотри, елки живые здесь тоже уже есть. Рановато, блин. Ну, как же так рановато-то? Не жалеют елки. Еще две недели. Что мы с вами, помните, в Аби заезжали, Юра, к тьмам? Что здесь? Ну, куда таких красавиц? Осыпаются все уже. Считаю, что очень рано. Ой, какой же от них аромат. Юр, скажи, что очень рано, да, срезали елки? Конечно, рано. Вон там уже такие куценькие стоят. Они тут знают, наверное, потому что, наверное, импортные, они, наверное, долго стоят. Их-то нормана. Они будут долго стоять. Так, ну, что нам еще с тобой? Все, Юра, мы посмотрели. Все, перчатки не купили. Здесь прям все. Садовая, побелка, уже все, что хочешь. Ну, там уже все для шишеков, для всего. Давай туда не пойдем. Все, давай не пойдем. Все, пойдем на краску. Пойдем. А то что-то затянулась наша прогулка. Не, вот здесь прям приятный такой аромат. От елок. Ой, грунт, пожалуйста, 194 рубля. Осыпается, я уже вижу, да. Жалко, конечно. Ну, пойдем дальше. Смотри, Юр. А, они отклеились. Я думала, кто-то поел медальки. Сделал пробу. Что только нет, смотри. Киндер-шоколад какой. 579. 58 рублей стоит. Сладости, конечно, много. А киндер-яйца стоят 84,90. Ударная цена. Но это на самом деле дешево. А еще вот такие печенья 899. Смотрите, какая вот, какие коробки делают. Огромные. Соляйте печеньяшки. Пойдем в гости с таким печеньем. С Новым годом открыточки. Люблю Ашан. Тапки новогодние. 519, 49, что такое нет. Трусы, носки, штаны, пижамы. Так, а что-то я календариков не увидела. Отрывных. Куда их положили. Смотрите, какие пижамы. Джемпер. 2199. Женский. Юра опять. Я смотрю. Странно. Труны и календари. Я, наверное, просто прошла. Спросить у папы обязательно. Купил он сказки Пушечкина. А, вот они. Вот они. Женские секреты. Надо у него потенцироваться. Ваш семейный доктор. Домашний календарь. Вот я бы домашний, мне нравится. Секреты долголетия. И женские секреты. Как давать к лекарству кошки. Блинчики апельсиновые. Женские секреты. 69 рублей. Ладно, уточню. Папа любит нас баловать. Такая льда, лекарь, икорка. Цветы лучше подарок. Вот, смотри, красивые орхидеи. Вот такие вот не стыдно на подарок взять. 1109. Ну что, где там у нас Юркис? В кассе. Масло, может, оно избавит меня от моих. Посоветуйте, Юра очень переживает, что его волосы, ну, редеют. Ну, кстати, я заказала комплекс, мне должны, прислали, вернее, из Кореи, Юр. Ну, я с тобой делиться-то не хочу. Не хочешь, так? Нет. Ну, возьми. Такие дешевые дезодоранты по акции. Юра взял репейное масло втирать. Репейное масло тут взял. Пойдем в кассу, а? Пошли в кассу. Добрались до дома. Как и показывали, что купили. Нори, молоко, виноград. Почти один сечер. Поздно мы с ним с Юрой пошли. Сыр поменяли на дешевый вариант. Тут еще Юра Джики, да, накупил. Франц вот этот купили на пробу. Я потому что все ем соевым соусом. Я вообще практически не солю. Ну, только если суп, потому что, ну, Юра что заест? Вот. А так Юра будет, чтобы волосы не высеть, будет масло втирать. Репейное. Я не сказала, что свои средства я ему не дам. Ну, и перчатки очередные. Хотела вам еще показать вот этот аромат для дома. Это просто фантастический. У меня их несколько было. Вот сейчас вот последнюю распаковываю. Это просто такой. Прямо это ваниль. Это что-то такое вот приятное. Прямо были бы женские духи такие. С удовольствием бы пользовалась. Вот так называется. Уж даже не помню, где я его покупала. Скорее всего, в Турции, конечно. Не могу сказать где, но очень хороший. Нагулялись, повеселились. Вот я принесла пасту. Но у нас заканчивается же вот такой вот мужик в шляпе с солью. Я говорю, что мы сначала ее не оценили тайское. Ну, что видите, почти там на дне у нас две их или три штуки было. А потом оценили и, конечно же, еще, когда будем в Тайланде, купим. Ну, все, мои хорошие. Хорошо провели время. На этом буду заканчивать. Вот. Для того, чтобы, конечно, с вами встретиться в следующем видео. Хорошо прям прогулялись. Вообще классно. Все. Всего хорошего. Пока-пока. Продолжение следует.